Ребят, всем привет от канала По Крыму с позитивом! Решили посетить археологические раскопки античного поселения Колос-Лимен. Посмотрите, собственно, как мы сюда шли, что мы видели, что мы поснимали для вас. Думаю, вам будет это интересно. Всем приятного просмотра! Все, в ту сторону, вот причал, детский центр развлечений и место для купания. Рынок уже закрыт, не сезон, хотя мы были месяца два назад где-то, да? Ну да, было прохладно, помнишь? Ну да, еще было прохладно. Было еще все открыто. Мы купили вон футболочку Тимохи, там разные побрякухи, короче, детские. Вот, сейчас уже все. Центральный пляж Черноморска. И, собственно, мы сейчас по нему прогуляемся. Здрасте! Рыбка есть? Море есть. Ловил, сорвало крючок, все посрывало. Это покрепче леску, да, имеет здесь. Вы на что ловите? На креветку? На шеветку. Дядчик особо неразговорчивый. Видел, что я снимаю на камеру. Спасем медузу. Обычно в такое время еще купаются моржи, люди с такой крепкой закалкой. Они купаются круглый год. Наверное, только летом. По-настоящему жарко. Ну, а сейчас, как видите, друзья, черноморские людей на пляже. Кроме Рыбака и меня. Многие приезжие, отдыхающие, вот, фоткаются возле этого дельфина. Продолжение следует... Ребята, тучки-то подтягиваются. Возможно, сегодня в Черноморске будет дождик. Надеюсь, мы к этому времени успеем уехать. Пока я, ребят, вам снимал пляж, вот Аленке уже розочку подарили. Да, дедушка вот дошел, подарил розу. Какая-то красивая. Какая-то красивая. Какая-то хорошая. Такая беленькая частенькая. Привет. Привет. Она, наверное, травку кушает. Это каеве тут. Да? Это травку любят коты. Потому что коты всегда нюхают камеру. Это уже многие блогеры заметили. Мы выходим к морю. Собственно, узкой бухте. Пойдем в сторону, где проходят археологические раскопки. Колосс Лимен. И посмотрим, что там. Ну, нам интересно. Думаю, вам тоже. Сейчас Тимоха будет делать трюк. Эмоции, наверное, да, зашкаливают. Друзья, дошли до Черноморской спасательной станции. Вот, собственно, отсюда спасатели наблюдают за отдыхающими. И я заметил очень много веб-камер по всему пляжу расставленных. Давайте сейчас с вами подойдем к пирсу, где начинаются водные туристические маршруты и, собственно, останавливаются сюда. Пирс находится у нас вот в той стороне. Здравствуйте! Водичка чистенькая, а не одной медузы. И водоросли мало. Прозрачная. Знаете, как называется эта бухта? Бухта Узкая. Узкая? Да. А в той стороне уже у нас Оленевка и Тарханкутское побережье. Сдувать, не сдувать? А где-то вот в ту сторону, где-то вот туда. Сейчас мы с вами пойдем. Посмотрим, что же за древнее городище, что за археологические раскопки. Ну и, собственно, вместе с вами это все увидим. Там идет лиман на залив. И вот ехать, если по дороге, вот в ту сторону, по над берегом, там уже и мыс Кипчак и шестая сторона Тарханкутское побережье. Очень красивые места. Советую туда обязательно съездить. Вы реально черновод? Да. Я люблю. Место для фоток. Смотрите, сколько уже здесь перефоткалось людей. Не сосчитать. А вон катер прибывает. Смотрите, туристический или какой-то. Он, да. Я живу и вдалеке видел. Я купался на Кувине, мы ездили на экскурсию. Там был затопленный корабль и рядом скалы. Вот такой большой кусок затопленного корабля. Место вообще шикарное было, наверное. Как называлось, не помню. Не помню. Сказать. Но это в Валеневке, где пол корабля лежит, да? Да. Здрасте. А это Атмичетское озеро, да? Вот залив, да? Не знаете? Не знаю, ты видишь, что это за озеро. Ну знаю. Ну вот за теми пансионатами. заливчик такой идет от Атмичетского озера. И видно его только вот отсюда вот с вышки. А так, собственно, если идти по аллейке, отсюда его ну прям за деревьями здесь не видно. Друзья, по улице Сигнальной мы практически дошли до Колос-Лимен. Его видно уже отсюда. оттуда было, да, видно. И сейчас мы посмотрим, какие здесь археологические раскопки, что здесь нашли. Ну, я думаю, уже все в музее, но по руинам Древнего городища мы полазим с вами и посмотрим. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым, историк археологический музей, заповедник Колос-Лимен. Городище Колос-Лимен конца до 4-3 века до нашей эры. Ну, 4-го до нашей эры и 3-го века нашей эры. Да. 7-го, 10-го веков. Да, ну, здесь стоит забор, калитка закрыта, но я не знаю, вот люди проходят, как бы, вон, тропинки там, и мы пойдем. Мы пойдем, да, раз закрыта калитка, умный. В гору не пойдет, калитку не пойдет, он калитку обойдет. Слушай, прям ванночка, да, такая? Вычисто, видишь, прям, вот видно здесь вот, счется, валет, и все специальными инструментами. Какой слой земли сняли, чтобы раскопать это древнее городище, вот сейчас мы с вами пройдем туда, что там. Сидят ступеньки были, ну, такой, прям, больше, где-то метров три сняли слоем. Камень, ракушка. в эти места у нас славятся карьерами по добыче ракушника. Ну, вот раньше, видите, тоже вот строили все из ракушки. Он очень хорошо поддается обработке, и вот, видите, вот откуда пошло, откуда пошли кирпичи, ракушки. Такие, это огромные. Тимох, это в окошко нашел. Такая стена. Тут скала, тут скала. и прям вот на скале это все строилось. Чего там, Ленечка? Давай, иди к нам. Нравится здесь? Здесь когда-то жили люди в этом месте. Возможно, была какая-то сторожевая башня. Сейчас вот пройдемся вдоль стены, а потом зайдем уже... А мы сейчас туда зайдем, в эти комнаты. Башня стоит. Слышите? Гуси. Смотрите, как стена шла, пирамидой. Сейчас мы к тебе придем, сынок. Тут тоже ступеньки. Если покопаться, там тоже что-то есть. Но, сами видите, там сейчас живут люди. И, я не знаю, может, согласие там брать. Но, собственно, здесь очень большая территория. И, возможно, еще не все раскопали. не все еще нашли. Ну, стены, видишь, прям как идут? Вот так, пирамидой такой. И там, и там тоже вот так же. ванну нашел и туалет. Сейчас пойдем посмотрим. Тимоха говорит, там ванну, туалет нашел. Сейчас все увидим. Давай лезь туда, Рюнечка. Аккуратненько. Эскиз реконструкции центральной башни. Вот здесь, ребят, была цитадель. А вот, как я и говорил, вот видите, идет по таким уклонам. Собственно, вот оно, где мы там смотрели с вами. Вот, первая половина второго века до нашей эры. Колосс Лимен. Вот такая вот, видишь, здесь башня была. Сторожевая башня. Давай, Ленечку, приведи сюда. Или давайте спустимся сейчас в саму цитадель, к самой центральной башне. А точнее, в комнаты этой башни. И посмотрим, что внутри. Я делала унитаз, туалет, бар. Посмотрим, что внутри этой цитадели. Какие там комнаты. ступеньки идут? А, ну вот, ступеньки идут. А вот тут туалет как-то был. Ну нет, такой маленький туалет тут точно не был. Ну вот, по-любому. Дети любят полазить по таким сооружениям древним. Ванна? Ну смотри, да, вот такая вот точно ванна. Там аккуратненько, Магданчик, чтобы камень никакой не свалился. Хотя камни прям такие достаточно крепко так стоят прям. Они уже со временем прям слитые все уже такой одной массой. Но вот вот Дети Моха сейчас находится где-то в той стороне там тоже или там там тоже такая ванночка идет. И прям видно как инструментом выточили ее. Да, аккуратненько. А, вот там вот в той стороне. Там есть ванночка и прям так выточена. А вот здесь вот смотрите, видите, здесь вот видно вставляли, чтобы камни или из камня да, вытачивали или что-то вот здесь соединяли вот такие вот большие волны, здоровые блоки, чтобы здание было неподвижно. И вон, тоже табличка, вот можно к ней подойти, посмотреть, почитать. Не могу понять, что это за башня. Это водонапорная башня. Кто знает, ребят, пишите в комментариях. Какие-то вот окошки подошли к следующему эскизу по реконструкции внешнего вида башни из солдатских казарм первой половины второго века до нашей эры. И вот плиты с армадским знаками и вариант реконструкции их местоположения у ворот цитадели. вот здесь вот такая башня стояла. В основном вдоль берега Тарханкутского побережья Крымского полуострова в основном были солдатские казармы, сторожевые башни, которые наблюдали вот за когда приходили корабли с моря с чужаками и они вот оповещали они именно осторожили и здесь в основном были башни по наблюдению чтобы сюда не пробрался никакой чужак на полуостров. Смотрите какие тучи видно там уже в той стороне идет дождик прогуляемся по коридорам казармы слушай вот это чувство когда осознаешь что здесь когда-то тоже ходили наши предки обалденные чувства я прям из-под ног чувствую прям как идет энергия такая здесь место силы вот видите тоже вот здесь были стыки этих блоков а вот житель этого места этого тайного загадочного места я думаю вам интересно много уже сегодня вы увидели узнали для себя я думаю мы показали вам интересное для вас и сами посмотрели друзья ну нам очень понравилось конечно стоит приехать сюда летом и полазить на самом деле много таких древних городищ скифо-греческих поселений в сторону Громова туда вот места здесь классные что-то красным было покрашено огромный молоток здесь великаны жили у в и и в и в и вы видите не стряпите ай 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 Смотри, впечатление вообще не видно, да? Шумитка. Уже не видно, да. Ну а все, ребят, сегодня у нас такая достопримечательность и прогулка была интересная. Хорошо провели время, посетили археологические раскопки, прогулялись по поселку Черноморское. Нам все понравилось. Друзья, кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте лайки. Но думаю, понравилось всем, потому что нам очень понравилось. Здесь на самом деле классно. Вот смотрите, как красиво вышло солнышко. Дети не хотят уезжать, им здесь очень понравилось. Тимох, Богдан, поехали! Все, друзья, всем пока! Все, друзья, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok